Всем привет! В эфире ProNet. Предлагаем вам в очередной раз совершить увлекательное путешествие в мир технологий, гаджетов и концептов. И вот о чём пойдёт речь в ближайшие пять минут. Вторая жизнь. Планшеты Microsoft восстают из пепла. Компьютеры почтой. Что на самом деле кладут в коробки? Facebook скоро закроется. Математические модели угрожают соцсети. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весной минувшего года фирме не удалось продать 6 миллионов этих компьютеров. С тех пор редмондская компания снизила цены на модель RT, более тщательно проработала вопрос дистрибьюции и представила Surface 2 и Surface Pro 2, которые оказались значительно лучше своих предков. Крупнейшие западные торговые сети в сезон праздников заявляли о тотальной продаже всех планшетов от Microsoft. Однако интернет-трафик, генерируемый этими устройствами, составляет всего 2,3% от общего объёма планшетного движения информации. Планшеты Apple для сравнения создают 76% трафика. В довесок по результатам вскрытия планшета специалистами iFixit выяснилось, что прибыль, получаемая Microsoft с одного планшета Surface, составляет 229 долларов. Цифра не включает маркетинговые расходы, но всё же остаётся внушительной. Несмотря на то, что рекордные показатели были достигнуты в праздничный период, администрация Microsoft всё же воодушевлена результатами. Но не все планшеты одинаково полезны. Особенно касается это компьютеров, бывших в употреблении. Дело в том, что недобросовестные продавцы могут упаковать в коробку не совсем то, что вы ожидаете. В данном случае речь идёт о покупателях из Калифорнии, которые, заказав планшеты почты, получили напольную кафельную плитку. Впрочем, цветом, формой и даже наклеенным логотипом приобретение сильно напоминало планшет. На поддержание иллюзии работал даже специальный упаковочный материал. Мораль проста – от дистанционной покупки бывших в употреблении компьютеров лучше воздержаться. Фейсбук осталось недолго. Это мнение исследователей, которые сравнили популярность социальной сети с распространением инфекционных заболеваний. Напрашивается вопрос, какая связь между интернет-ресурсом и вирусной болезнью. Сейчас всё поясним. Джон Канарелло и Джошуа Секлер из Принстонского университета США сопоставили динамику роста и вымирания популярных до Фейсбук ресурсов с распространением заболеваний. И нашли много схожего. К примеру, пик популярности MySpace, основанный в 2003-м, пришёлся на 2008 год. А в 2011-м этим сайтом практически перестали пользоваться. В качестве болезни была использована модель распространения инфекционных заболеваний SIR. Её изобрели ещё в начале 20-го века. Правда, на этапах зарождения соцсети MySpace и инфекции графики начали расходиться. Однако, когда исследователи добавили коэффициент выздоровления, кривые стали полностью дублировать друг друга. Учёные объяснили это тем, что пользователь покидает социальную сеть, когда это делают его друзья. То есть заражается уже отказом от ресурса. Опираясь на свою работу, исследователи вынесли вердикт – интерес в Фейсбук пропадёт в 2017-м году. К тому времени соцсеть потеряет 80% своих пользователей. И стоит отметить, долю истины в таком прогнозе можно найти уже сегодня. Сообщалось, что соцсеть начали массово покидать подростки. Фейсбук перестал их интересовать из-за чрезмерного интереса к ресурсу со стороны взрослых. В завершении выпуска, как обычно, видеопозитив из сети. Фейсбук перестал их интересовать из сети. На сегодня всё. Вы смотрели программу ProNet. Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ и оставайтесь онлайн.